Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова я, Кравцев Сергей, и сегодня у нас такая очень интимная тема. Разговаривает как-то со мной одна пациентка и говорит, ну она уже давно ко мне ходит, говорит, Сергей, хочу с вами посоветоваться. Нравится мне один мужик, но не знаю, как вам объяснить. У него оттуда воняет. И, в общем-то, очень часто можно и от мужчин услышать о том, что и у девушек бывает неприятный запах из влагалища. Настолько, что даже иногда они, ну так скажем, не успели еще снять с них с нижнее белье, а запах уже почувствовали. И женщина и мужчина могут посещать врача, там, уролога, гинеколога, и, соответственно, врач, да, своей квалификации, там, не важно, андролог, уролог, гинеколог, может посмотреть такого пациента и не всегда найти причину. И дело не в том, что этот врач плохой. Врач очень хороший. Просто дело в том, что вот такие неприятные запахи, да, Опять же, давайте, ну, сразу самое очевидное уберем, то, что мы не говорим про те случаи, когда это просто элементарная гиена, когда человеку, ну, просто нужно лишний раз переодеться. Я тоже знал, там, некоторых ребят, которые, там, работали, да, в сфере фитнеса и просто, ну, действительно, ехали к своей девушке иногда потными. Вот. Ну, я уж не знаю, как дело обстояло, но они там в шутку потом рассказывали, что вот казусы такие происходили, ну, там, человек не успел помыться. Вот. А другое дело, что когда это вызвано тем, что человек вышел из душа, все хорошо, к примеру, у него от тела ничем не пахнет, или там какой-то свой запах просто пота от половых органов, исходит какой-то неприятный запах, да, вот. И это анализы нужно делать на микробиом, соответственно, о котором я говорил уже в других своих видео, да, высеивать, соответственно, микробиоту кишечника, желудка. Это, может быть, какое-то, ну, опять же, какое-то, хрен его знает какое, хрен знает какой запах, как и что, да, системное поражение, то есть просто микробиота, она везде как бы расселилась, так скажем, она из желудка, из кишечника обсеменяет весь организм. Всегда привожу пример на, соответственно, кандиде всем известной, да, там той же молочнице, вот она может быть системной, также, ну, тот же герпес, вирус, к примеру, вот. И все вот эти вот микроорганизмы, нужно определять их там великое множество, и тогда, соответственно, вы поймете, что приводило и к этому запаху, и, как правило, когда с микробиомом мы прорабатываем все эти вещи, запах этот уходит. Поэтому, если вы, ну, как бы не хотите менять партнера, ну, не меняйте его, пролечите его, да, это не повод отказываться от любимого человека, это раз. Два, если вы с ним занимались сексом, не факт, что вы не унаследовали, не обсеменились уже микробиотой, поэтому, соответственно, уж если такое дело зашло и запах имеется, идите до конца, не бросайте своих любимых дам, ответьте за того, кого приручили, и просто лечитесь все вместе. Я думаю, что любой знающий гинеколог, уролог, сейчас все все это знают, они вам помогут. Ну, и обращайтесь ко мне на консультациях онлайн, я вам подскажу. С вами был Кравцев Сергей, жду вас в инстаграме, ну, и подпишитесь уже на мой канал, наконец-таки. Да пребудь с вами здоровья, дорогие друзья! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok